Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем, так сказать, тему стихотворений. Мы тут объявили конкурс совсем недавно на тему стихов, которые вы напишите про нашу историю, про историю нашей России. Ну, даже если кто-то, кто захочет написать про историю своей страны, да, то мы, в принципе, можем поддержать это. Не обязательно, что это россияне, а кто-то другой, но именно конкретно про историю. Но, к сожалению, тут вот у нас, или к радости, не знаю, тут начали высылать стихи собственного сочинения, но не на эту тему. И вот сегодня мы решили в виде исключения почитать два стихотворения, которые не связаны с нашим конкурсом, и поэтому мы не будем их засчитывать в наш общий арсенал. Вот, но просто мы их прочитаем, но напоминаем вам, что конкурс заключается в том, чтобы писать стихи именно про историю. Про историю России, про историю другой страны. И другие стихи мы читать больше не будем. Вот, и поэтому вот сегодня в виде исключения двух стихоплётов или поэтов я почитаю. Итак, первый вы, Валерий Белов. Ну, я почитаю, потом скажу свою точку зрения, потому что я всё... Ну, я не считаю себя, конечно, экспертом, но так как я пишу стихи, я буду своё впечатление об этом говорить. Чем пахнет луна, рука на пульте звездолёта, я покидаю родные края, земля не удержит пилота. Яркая звезда, укажи мне путь на своей поляне, как мне узнать, друг ты мне или инопланетянин. Всё вокруг темно и лишь белая под ногами сетка, всё, что у меня в голове, скучающая по мне соседка. И всё, что слышу со земли, парень, себя не грузи. Это всего лишь жизнь, и всё, что ты хочешь, ждёт впереди. Ну, а что сейчас, только бы система не сдала сбой. Если что, взял изоленту, я с собой. Вот непонятно. Не всегда понятно. Видимо, он изолентой, если что там сломается, да, будет замазывать. Мечта застыла в криокамере перед лицом мониторы и холодный космос. Космос съедает голос вне корабля. Нет смысла искать радиус. Всё, что останется магнит на память с надписью «Живи, как хочешь», всё равно посмотрят косо. И я закричу, но никто не услышит крик. Мой корабль это беруши в уши от лишней болтовни. Клик-клик набирал свою систему координат. Влип мой плотно мель, но никто в этом не виноват. Ну, знаете, я как бы сказала, что это очень глубокий смысл. И, в общем-то, не всегда складно. Но, тема-то прослеживается. Мне кажется, просто нужно немножко с рифмой потренироваться, и всё получится. И вообще ещё, знаете, мне кажется, что любой стих, он должен нести, ну, какой-то не просто смысл, он должен чем-то заинтересовать, чтобы была какая-нибудь изюминка. Если изюминки не хватает, стих становится не очень интересным. Вот первый стих, мне кажется, вот так не до конца проработан. Итак, второй. Миша Лемешкин. Мы постепенно гибнем от смартфонов. О, вот эта тема, кстати, неплохая. Забыв про всё, не забываем лишь о них. Мы забываем про родных, друзей, знакомых. День пролетает быстро, словно миг. Но завтра близкие могут пропасть навечно. Игру ты заново начнёшь, и не беда. Но игры тебе раны не залечат, когда твой родственник исчезнет навсегда. Ну, тут как бы, да, тут такая тема уже более серьёзная. Ну, иногда не только смартфоны нам мешают, а много что ещё, да. Ну, вот эта тема, так сказать, раскрыта полностью и складна. И, в общем-то, такой вот, не помню, как они там, ямб-харей. Ну, в общем, короче, когда перекрёстные строки, то есть первая строчка созвучна с третьей, а вторая с четвёртой. Вот тут вот такой, так сказать, достаточно уже высокий уровень сочинительства. Вот, молодец. Мне вот этот стих больше понравился и по смыслу, и по назначению. Ну, собственно, друзья мои, давайте не об этом. Вот я прочитала, там были ещё в комментариях пару стихов. Ну, не буду их читать просто потому, что слушайте меня внимательно. Только про историю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok